Ничто не предвещало, как говорится, беды, как обычный будний день. Только прилег и как бабахнуло. Все, и дальше доставать бабусечек. Вы спасли женщину. Она жила на каком этаже? Она жила на четвертом этаже. И на каком этаже вы ее нашли? Я ее достал на втором этаже. Только не надо сейчас говорить, что это не подвиг. Как ЧПДЛ. Спешать на помощь – это про него. У Алексея удивительная нумерологическая матрица. Я обычный парень. Я считаю, что так должен поступать каждый. Как часто мы не догадываемся о своих возможностях? Что движет нами в тот или иной момент жизни, когда сами не осознавая того, мы совершаем подвиг? Что мы чувствуем, когда угроза смерти нависает над нами, но, невзирая на опасность, мы делаем то, что считаем правильным? Что это – воспитание или ДНК героя? Железная дорога – это очень серьезная профессия, каждая. Здесь остаются только фанатики, можно так сказать. Моя должность называется «Испытатель электрических машин и приборов 6-го разряда». Это основное место моей работы, соответственно, электровоз. У нас их 80 пока. Каждый день новый. Я испытываю весь электровоз. Его отдельные узлы, приборы, там, не знаю, там, оборудование – это тефон. Люди затыкают уши. Правильно делают. Ничто не предвещало, как говорится, беды, как обычный будний день. У нас в организации дали всем поручение, чтобы мы сходили сдать тесты на коронавирус. Мы все это сделали. Я приехал домой, детям включил мультик, сказал, что сейчас папа поспит часок. После суток как бы уставший. Ну и все, ток прилег и как бабахнуло. Что бы вы сделали в случае взрыва газа в жилом доме? Лично я вызвала бы спасателей, в лучшем случае, если бы не растерялась. Вот Алексей Самойлов не растерялся. Он спас человека из-под завала в апреле 2020 года. Что им двигало в этот момент? О чем он думал? И что это? Предрасположенность к героизму, заложенной в его ДНК или воспитание? Алексей, судя по тому, что дом отличается от всех остальных, это тот самый дом, в котором прогремел взрыв. Да, как раз в этом доме все и произошло. Вот в этом подъезде. На третьем этаже. Вот где-то здесь, да? Да, вот именно вот эта вот левая сторона от лестницы получается. Вот на третьем этаже прогремел взрыв. Вот, обрушились часть второго этажа и до пятого огромная дыра. Я могу вам даже показать фотографии. Кошмар. Вот окна все повылетали. Вот третий этаж, вот все в разные стороны разлетелось, все рухнуло. Крыша единственная осталась. Кухня разваленная, вся вот эта часть, вот это все разрушенное. Вы были где-то рядом, правильно? Вот где-то в соседних домах. Да. Я раньше жил в 16-м доме, это вот через дорогу. Наискосочек, ага. Окна вообще на другую сторону выходили. Хлопок был такой сильный, что я… Ну, это невозможно не заметить. Это просто сумасшедший грохот. Залежал к соседу. Вот, я думал, что-то у него, потому что… Я даже не мог подумать, что соседний дом так разворотил. Вот, зашел к нему, он так сигарету в зубах дернул. Говорит, Леха, там в соседнем доме окна повылетали. Я бегом сюда, вот в чем было, прибежал. Есть люди, которые являются героями. Сложилось так в жизни нашего героя, что для него важнее те люди, которые сейчас, в данный момент терпят бедствие. И у него настроена так внутренняя часть его коры головного мозга, что он слышит эти сигналы. И он бросается на эти сигналы. Спасатели с другого конца города ехали, поэтому в первые минуты быстро надо было как-то оперативно устранить проблему. Быстренько весь газ перекрыл во всех подъездах. Подбежал к водяной трубе, ну, соответственно, закрытие. В вагоне вырвал кран, прям с корнями. Он оторвался вместе с трубой. Думаю, да что ты будешь делать? Все, и дальше доставать бабусечек и все остальное. Вы спасли женщину. Да. Она жила на каком этаже? Она жила на четвертом этаже, Наталья. Ее достал на втором этаже. Представляете, с четвертого до второго. И осталась жива. В уголочке. Там вообще это чудесное вообще какое-то… Спасение. Да. Случилось вообще чудо. Ну, это у нее второй день рождения. Ну, она меня каждый год теперь поздравляет. Да? Не поздравляет, вернее, а говорит спасибо. Пишет. С какой стихией у нас ассоциируются подвиги? Конечно, безусловно, это стихия огня. А огнем у нас заведует такая планета, как Марс. И в Натальной карте Алексея его героизм очень отчетливо виден. Из-за его уникального положения Марса, который находится в соединении с Солнцем, он не будет думать и размышлять о том, может быть, не спрятаться, может быть, убежать, а вдруг на меня что-то упадет. Потому что этот самый Марс заставляет его бежать, даже, в общем-то, не успев хорошенечко все обдумать. Поднялся по кривым лестницам, шатающимся на второй этаж. Лежала плита как раз, которая вот над диваном повисла вот так вот уголком. А там вдали еще одна комната, вот третье окно. Надо туда пройти, а кто ее знает. Может, кто-то там провалился или что. Кто-то сверху, да, упал. Я ногой так по плите постучал. Чувство самосохранения у меня... Отсутствует? ...плохое. И аккуратненько встал на четвереньки так и пробежал под плитой. И в то же время я кричал, спрашивал там, кто живой, кто живой, там есть живой кто. Вдалеке где-то услышал вот там такое почти мяуканье прям такое, прям еле-еле слышно было. И начал раскапывать ее. Там вот перегородки в таких домах, они с таких мягких плит сделаны, гипсолитовый плит, так называемый. Я эти куски разгребал, там кирпичи и все остальное. И вот докопался до нее там стекла, весь там разрезался. Она была там очень сильно повреждена. Ноги у нее там очень сильно были завалены. Лицо все разбитое там, она там ничего не видела. Ну и начал ее забалтывать, чтобы поддерживалась функция мозга. Она одна была в квартире? Нет, с ней была мама ее и сын. Сына ну сразу вот в первые минуты достали ребята, да. А мама, к сожалению, вот скончалась. Казус такой произошел. Она меня спросила про своего сына, про маму спросила. Ну, мне пришлось ей соврать, конечно. Ну, что делать? Конечно, он правильно сделал. Если это женщина, погруженная в свое собственное горе, которое придавило плитой, не фокусируется на себе. И если ее придавить еще одним горем, то представляете себе, что вы одну плиту положили на ноги, а другую положили на грудь. Она перестанет просто дышать. Она перестанет сопротивляться. В этот момент нужно этой женщине спастись. Значит, человек совершенно правильно. Он переключил внимание с того, на чем она была сфокусирована, на нее. Что теперь все в безопасности, она сама может выбраться. У Алексея удивительная нумерологическая матрица. И скажу честно, что такой матрицы, как у Алексея, я практически никогда не видела. Во-первых, у него в секторе труд показатель три шестерки. Это очень редкий показатель. Все мы знаем, что такое три шестерки. Говорят, что это число дьявола. Но с точки зрения нумерологии, три шестерки – это способности, в том числе, гипнотические. Это способность быть мануальным терапевтом. Это способность лечить людей руками. Второй уникальный показатель его матрицы – это он может достичь огромного успеха. Число судьбы шесть – это число судьбы человека, который в своей жизни пытается создать комфорт не только для себя, именно комфорт, но и комфорт для близкого человека. Я дождался специалистов. Когда они уже пошли за клещами, чтобы поднять плиты и все остальное, я говорю – подождите. Я пошел, взял подушки с дивана, положил Наташу. Я говорю – Наташенька, вы тут как-нибудь на них облокотитесь, потому что она… Неудобно ей очень было. И все, попрощался, вышел. Сидели газовики, сел с ними рядом. Они говорят – о, как хорошо. А мы приехали, все закрыто, не поймем. Думаю – что такое, как так может быть? Я говорю – да я все сделал, все нормально. Они говорят – спасибо. В такой, можно сказать, в абстракции посидел, посмотрел на это все. Началась уже такая профессиональная операция по излечению всех этих обломков. Случилась авария, взорвались. И неожиданно мне сказали, что твой сын спасает людей. Я аж испугалась, думаю – как это так? Вот он получил медаль удостоверения. Я гордюсь, он меня молодец. Людей всех уважаю. Спасай кто-нибудь. Помогай. Всякую битву. Как ЧПДЛ спешать на помощь – это про него. У родителей прорвало трубу, а я был на работе. Мама звонит, что трубу прорвало. Я первым делом Алексею позвонил. Алексей, выручай, спасай. Алексей приехал, выручил. Тот человек, в любое время позвонишь, если даже он не будет знать, он все равно докопается, узнает и подскажет. То есть, такую человеку по натурисам. Обычное детство обычного советского ребенка. Обычные мечты и стремления. Но родители нашего героя смогли привить ему такие понятия, как помощь и взаимовыручка. И я могу сказать, что родители Алексея могут гордиться им на сто процентов. Я из того поколения, когда мы смотрели на подвиги своих дедов, бабушек. Бабушка была хирургической медсестрой, а дедушка был в тылу на фрезерном станке. Он без ноги просто. И на фронте не мог полезного ничего особо сделать. В тылу, можно сказать, сутками напролет изготавливали запчасти. Это тоже подвиг? Это очень, я прям восхищаюсь по сей день мужеством. Вот к нам приходит каждый год к маю День Победы бабушка. Мария Максимовна Сакирова. Все радуются празднику День Победы. Новый год они пришли, и бабушки, дедушки рассказали стихи «Лукоморье». Ика, Машенька и Алешенька. Папа очень был строгий. Любил детей очень. И говорит, мы учились хорошо. Маму слушайте больше. Мама одна не слышит. Поэтому они очень маму уважали. И папу больше всего любили. За его строгость и дисциплину. У меня младшие сестры. И когда они что-нибудь нашкодят, получал я. Меня даже если рядом нет, все равно отхватывал я. Потому что почему я не научил? Почему я не объяснил, что так нельзя делать? И все. И это развивает чувство ответственности за их поступки, грубо говоря. Потихонечку ты и следишь за этим всем. Доброе утро. Отец у меня работал помощником машинисток. Соответственно, это каждый раз, каждая его поездка. Папа, возьми с собой. Но никогда не отказывал, если есть возможность. Часто с собой брал прокатиться на тепловозе. Я зашел в эту кабину и понял, что да, это мое. Я хочу это. Все время папа говорит. Алешенька, поедешь в мою поездку? А он говорит, а можно я поеду? И говорит. Ой, как я мечтаю. Мне тоже нравится, как папа. Ковыряй там тепловозы. Я буду машинистом, как папа. Папа. Здорово. Здорово. Я работал машинистом на поездах дальнее исследование. Практически 15 лет. И позвонила мама одного из моих друзей. И говорит, открылся сервисный центр. Замечательные электровозы. Большая зарплата. Работа как раз как вам нравится. Очень интересная. Друг меня уговорил. Пошли, 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 пошли. Он меня еще подшутил надо мной. Говорит, обязательно надо в костюм. Я как в долбец оделся. Костюм такой весь при параде. Пришел. А тот в обычной одежде пришел. Говорит, ты что, гад? Вообще, что ли? Сели на собеседовании, пообщались. По итогам друга мы его не взяли. В итоге я пошел сюда. Устроился. Работал. Заработал авторитет. Потом, когда потребовались еще специалисты, я, соответственно, Женю с собой подтянул. Это наш офис. Здесь я начинаю рабочий день. Здесь рабочее место испытателей электрических машин. Здесь мы расшифровываем данные бортового регистратора с электровоза. Про меня все мои близкие, все мои родственники прекрасно знают. И я умею все. Все, что ломается в доме и где угодно, починить могу. Вот одно у меня очень, вернее, не очень хорошо получается. Я самое вкусное, что умею готовить, это вкусно резать колбасу. Вот и все. Ну, шашлык, конечно, я делаю хорошо. Все, единственное. По своим показателям, Алексей однозначно трудоголик. Это не тот человек, за которого женщина выйдет замуж, и он будет помогать щи-борщи варить, квартиру убирать, нянькаться с детьми. Почему? Дело в том, что в его нумерологической матрице сектор семья ослаблен. У него там всего две цифры. Это не значит, что он будет плохой семьянин или будет гулять. Нет. Но это говорит о том, что обычные бытовые, рутинные обязанности такого мужчина будет очень угнетать. А показатели, связанные с реализацией, это как раз таки шестерки, это мощный, сильный сектор интерес. Это показатель ипотажа в матрице. То есть ему необходимо показать себя, насколько он состоятельный, насколько он крутой профессионал. Все эти показатели склоняются к тому, чтобы их реализовывать на работе. Вот после ТР контрольный мастер проверяет, подписывает здесь какие-то недочеты. Ребята дальше доделывают, чтобы все было идеально. Так как электровоз пятого поколения суперсовременный. Поезд у меня был буревестник. Это Москва-Нижний Новгород. Когда-то он был самый скоростный, наверное, на всей сети наших дорог. Только отправились, и прям выбегают люди на платформу там. Наверное, человека три, я не помню уж там. Ребенок с ним. А я вот только поехал. Ну вот эти их глаза. Ну, остановись, пожалуйста. Вот мне вот так заело это. Ну что же, я все время себя корю. Ну почему я не остановился? Вот остановился, посадил их и дальше поехал. Ничего бы не потерял. Вот не встал, все сделал по инструкции. Блин, жалею. Вот честно. Вот это меня мучает. Сейчас бы я сделал совершенно по-другому. Хотя наказали бы за это. Практически у каждого человека, связанного с этой профессией, вырабатывается условный рефлекс. Мы, проходя мимо электровоза, обязательно смотрим на ходовую часть. Это всегда. У меня сын, я очень мечтаю, что он станет машинистом. Мне все говорят, да ты что, это же так тяжело, да ты на себя посмотри, ты же ночи не спал, ты все такое. Хочу. У человека, который управлял поездом, и за его спиной были тысячи людей, да, он, во-первых, ответственный, во-вторых, он знает цену жизни. И самое главное, у него острота реакции в принятии решения очень большая. Ты становишься не такой, как обычный, простой, среднестатистический человек. Вот как раз, может быть, это во мне и воспитало того, кем я стал. Дом восстановили очень оперативно. Вот жители третьего, четвертого подъезда, ну, может, где-то месяц, наверное, пожили, где-то в других местах. Их потом заселили, и в этот момент начали разбирать. Оставили левое крыло у первого подъезда, и вот эти два крыла полностью все перебрали. В октябре уже все заехали домой, красота. Как ваш поступок поменял вашу жизнь, если он поменял вашу жизнь? Да никак не поменял, совершенно. Какое-то время, там, было какое-то, может быть, внимание, там, знакомых, близких, молодец, там, да, и все, и все забылось, как бы. Ну, я обычный человек, я продолжаю жить, как жил, совершая все те же хорошие дела, как и раньше. Единственное, там, дети рады, там, гордятся. Что-то мама очень гордится мной, да, там, жена гордится очень. В его нумерологической матрице показатель характера – это цифра два. Два – это всегда я и кто-то еще. Эти люди не эгоисты. Эти люди всегда ориентированы на партнера, на другого человека, на близкого. Герои – это абсолютно необходимые люди, это люди, которые как былинные богатыри, это люди, которые спасают, для которых самая главная цель в жизни – сделать так, чтобы все процветало. Ну, несмотря на всю вашу скромность, близкие не зря вами гордятся, потому что это действительно подвиг – спасать людей, невзирая на опасность для своей жизни. Вы меня в этом не переубедите. Ну, не буду переубеждать. Ну, я обычный парень, я считаю, что так должен поступать каждый. Так нужно жить, слабому помогать и не проходить мимо какой-то проблемы вообще никогда. Мне сложно сказать однозначно, что двигало Алексея в момент опасности. С одной стороны, это и воспитание, которое дали ему родители. Но с другой стороны, нельзя отрицать тот факт, что в его ДНК заложен героизм. И пусть Алексей скромно молчит о своем подвиге, для меня он, безусловно, герой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова